Уважаемый шейх, Аллах описал Себя в Коране и в нескольких местах, что Он возвышен над Своим троном, а трон, как известно, находится над седьмыми небесами. И мы веруем и признаем, что Аллах возвышен, как подобает Его величию. Однако мы встречаемся с различным родом обвинений, что якобы мы подобляем Аллаха Его творением. И эти аяты понимаются совсем по-другому. Так какую же позицию занимали в этом вопросе праведные предшественники и наши имамы, как имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад и Абу Ханифа? Этот вопрос, вопрос вознесения Всевышнего Аллаха над Его троном, единогласно относительно Неву Ахлю Сунна, а также праведные предшественники, да помилует их Всевышний Аллах. Они признают и утверждают, что Аллах, Свят Он и Велик, находится над Своим троном, как об этом сообщил наш Господь Свят Он. Поэтому пришло от Рабиа, а до этого от Ум Салемы, а также от Малека, да помилует их Аллах, что когда кто-либо из них был спрошен о вознесении, Он ответил, «Вознесение известно, каким образом – неизвестно, верить в это обязательно, а спрашивать об этом – беда». То есть спрашивать, каким образом произошло вознесение, потому что спрашивающий спросил, как он вознесся. Когда был спрошен Малик, как он вознесся, Он ответил, вознесение известно, каким образом – неизвестно, верить в это обязательно, а спрашивать о том, как это произошло – это нововведение. Поэтому Абу Ханифа, да помилует его Всевышний Аллах, сказал, кто отрицает, что Аллах находится над своим троном, тот стал кяфиром. Ведь пришло упоминание о его вознесении над троном в его книге в семи местах. Поэтому тот, кто считает ложью то, что Аллах вознесся над троном, тот считает ложью слова Аллаха Святого и Великого и стал кяфиром. Тот, кто посчитал ложным, что Аллах вознесся над своим троном, тот стал кяфиром по причине того, что он посчитал ложным сообщение Всевышнего Аллаха. Итак, аглю сунна из числа сподвижников пророка, алейсалату вассалям, а также тех, кто был после них, а это Табиин и их последователи, и тех, кто следует по пути пророка, алейсалату ассалям, и его сподвижников, вплоть до наших дней, все они утверждают то, что Аллах вознесся над своим троном. Нет сомнения в том, как я уже упоминал недавно, что Аллах Всевышний сделал свою книгу разъяснением для каждой вещи и сделал ее легкой для поминания, сказав, «Какую бы притчу они ни приводили тебе, мы открывали тебе истину и наилучшее толкование». Он сделал Коран наилучшим, самым легким и самым ясным толкованием и сделал его разъяснением для людей. Нашему пророку, алейсалату ассалям, было даровано красноречие и способность прекрасно изъясняться. Поэтому нет такого творения, которое было бы красноречивее, чем пророк Мухаммад, алейсалату ассалям, или более точно, чем он в разъяснении. Также нет более красноречивой книги, чем книга нашего Господа Свят Он и Велик. Также нет более точной речи, чем речь нашего Господа Свят Он. Исходя из этого, как может наш Господь обратиться к нам с чем-либо, а затем приказать нам уверовать в противоположное тому, о чем Он нам сообщил? Если даже предположить, что Аллах желал от нас противоположное тому, о чем Он нам сообщил, то это будет одним из великих видов затруднения. Когда ты говоришь человеку, я обращусь к тебе с определенными словами, и я не хочу, чтобы ты буквально понял то, с чем я к тебе обратился, но этим я только желаю от тебя, чтобы ты понял совсем другое, а не то, что я произнес, и этим я проверяю тебя, то это будет одним из самых сильных затруднений и возложений на человека того, что он не в состоянии сделать. Это противоречит тому, что Коран – это разъяснение, что Коран – это облегчение, что Коран – это наилучшее толкование, а также противоречит тому, что он был неспослан на ясном арабском языке. Если не имеется в виду его явный смысл, то где тогда разъяснение? Также пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, было даровано красноречие и разъяснение, и он самый красноречивый из арабов. Нет, даже среди всех творений. Но от него не передается, чтобы он сказал своим сподвижникам, что смысл вознесения – это не то, что вы под этим понимаете. И это не означает, что Аллах находится над своим троном, как это понимается из очевидного смысла обращения. Но под этим подразумевается другой смысл. Он, алейхиссалату вассалам, не говорил подобного своим сподвижникам, когда они, просто услышав речь Аллаха, поняли, что именно об этом идет речь, и что это ее очевидный смысл. То же самое касается сподвижников «Да буди довольными Всевышний Аллах», не передается ни от кого из них, что он сказал, что этот аят, сообщающий о вознесении Всевышнего Аллаха над своим троном, что не подразумевается его очевидный смысл. Но он имеет совсем другой смысл, а не тот, который очевиден. Также подобного не говорили ни те, кто пришел после них, из числа табиинов и их последователей, пока не появились эти сказочники и заблудшие, принеся нам помои своих умов и свое плоское понимание. Они сказали, что смысл слова «вознесение» — это захват, и что Аллах, Свят Он и Велик, не вознесся над своим троном, так как его вознесение указывает на то, что он — тело, а Аллах причисто от того, чтобы описывать его телом. Эти высказывания являются самой отвратительной ложью. Когда Ахлю Суна утверждают вознесение Аллаха, то они не утверждают вместе с этим различные ложные выводы. Но они утверждают только истину и суть того, что утвердил Всевышний Аллах, и говорят, «Воистину Аллах вознесен над своим троном так, как этого Он сам пожелал». То есть мы утверждаем это, не зная, каким образом это было. Мы говорим, что Аллах более знающий об этом. Но мы утверждаем только то, что Аллах вознесся над своим троном, подобающим только Ему одному образом, Свят Он и Велик. И что смысл слова «вознесение» в арабском языке — это возвышение, поднятие и восхождение. Все это относится к смыслу слова «вознесение» в арабском языке. Когда кто-то говорит «вознесся над», то это означает «возвысился и поднялся». Поэтому слова Всевышнего «аррахману аляль аршистауа» означают «возвысился и поднялся над ним святым». Мусульмане единогласны в этом. И из них сподвижники пророка, алейсалату вассалам. После них имамы табиинов. А после табиинов их последователи четыре имама. Абу Ханифа, Малик, Аш-Шафи'и и Ахмад. А также имамы из числа Ахлюль-Хадис, такие как Аш-Ша'би, Суфьян-Ус-Таури, Суфьян-Ибн-Уйейна, Хаммад-Ибн-Саляма, Хаммад-Ибн-Зейд, Язид-Ибн-Харун, Яхья-Ибн-Саид-Иль-Каттан. И все имамы-мусульман, жившие в наилучшие столетия. Все они на мнении, что Аллах вознесся над своим троном, так, как подобает его величию. И что его вознесение – это его поднятие и возвышение над его троном. И что трон – это царская ложа. А затем уже пришли Муатазилиты и Джахмиты, а также подобные Машариты и Матуридиты, и растолковали вознесение как завладевание. Такое толкование является ложным, на что указывает как разум, так и арабский язык. Потому что из арабского языка не вытекает, что смысл слова «вознесся» – это захватил. Но «вознесся» означает «возвысился и поднялся». Они приводят в довод слова Аль-Ахталя «истауа бишер над Ираком без применения меча и без пролития крови». Говоря, что «истауа» означает «захватил». На этом мы скажем, что даже это высказывание, несмотря на то, что сказавший его является христианином, и в его словах нет довода, но и оно означает, когда он сказал «истауа бишер над Ираком», то есть «возвысился над ним своей силой и властью». Это смысл слова «истауа». Это во-первых. Во-вторых, мы говорим, что даже если мы скажем, что «вознесся» означает «захватил», отсюда следует, что трон был не под властью на Аллаху Святом и Велик, и не принадлежал ему, пока он не захватил его после того, как сотворил небеса и землю. То есть, как будто трон находился не в руках Аллаха, а затем Аллах захватил его, соперничая с другим относительно него. Это также является самой отвратительной ложью. Не существует никого, кто мог бы бороться с Аллахом Всевышним или оспаривать его царство. В-третьих, если слово «вознесение» означало бы «захват», то не было бы ничего особенного в троне, потому что Аллах подчинил себе все творения. Если слово «вознесение» означает «захват» или «подчинение», то тогда мы скажем, что Аллах подчинил себе трон, небеса и земли. То есть, наш Господь Свят, Он подчинил себе все свои владения. Отсюда следует, что особенное выделение трона вознесением над ним указывает на что? На то, что трон – это ложа из его владений, Свят Он и Велик. И что его вознесение над ним – это его возвышение и поднятие. Поэтому мы скажем этому нашему брату, который переживает, который переживает из-за слова этих заблудших нововведенцев, облакам не навредит лай собак. Аллах, Свят Он и Велик, почтил тебя следованием за наилучшими створениями Всевышнего Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах, те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники. Поэтому не чувствуй себя одинокими за многочисленности противоречащих, так как этот путь, по которому ты следуешь, по нему следовали наилучшие створения, а также лучшие люди этой уммы. По нему следовали посланники и пророки, а также сподвижники, табиины и их последователи и имамы-мусульман вплоть до наших дней. Те, кто крепко держится за Коран и Сунну, именно они следуют по этому пути и этой методологии. Поэтому восхвали Аллаха за то, что Он повел тебя по этому правильному пути и сделал тебя тем, кто соответствует руководству сподвижников пророка, алейсалату ассалям, табиинов и их последователей. Это одна из самых великих милостей, оказанных рабу. А именно то, что Аллах оказал ему содействие в следовании Сунне, сделав его утверждающим то, что Аллах утвердил для самого себя, и что для него утвердил его посланник, алейсалату ассалям. Аллаху салаллаху алейху ассалям. Аллаху алейху алейху ассалям. Продолжение следует...